Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. За последние сутки выявлено 178 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Еще раз напоминаю, что с понедельника действует новая методика определения выявленных случаев новой коронавирусной инфекции, в учет которой входят в том числе и вирусоносители. В городе Якутске на настоящий момент у нас чуть меньше 100 случаев, 98 случаев. Количество случаев в Нюрнгринском районе, к сожалению, за последнюю неделю увеличилось. Оно прежде всего связано с случаями, которые выявлены в корпоративных, в организациях и с несоблюдением, соответственно, режима, который установлен для организации. Необходимо обратить внимание на увеличение количества случаев за последние сутки, зафиксированных в Нюрнгринском районе и Унамских районах. Необходимо также, значит, все-таки особый акцент, как правило, сделать на северных районах, таких как Алайховский район, на базе которого зафиксировано 6 новых случаев. Я хочу обратить внимание, что отдельные случаи зафиксированы у нас сегодня в 15 районах республики. В целом на настоящий момент действующий режим повышенной готовности, который не отменялся в республике, в обязательном порядке содержит определенные ограничения. Базовых ограничений у нас два. Это соблюдение масочного режима во всех общественных местах на территории всей республики. И второе ограничение. Это самоограничение для граждан, достигших 65-летнего возраста и лица, болеющих хроническими заболеваниями. Необходимо обратить внимание, что за последние сутки у нас зарегистрировано три летальных случая. У нас появляются сегодня летальные случаи, в том числе и в районах нашей республики. Медики как города Якутска, так и районов борются за жизнью наших пациентов, применяя все новые, в том числе и современные методы, как таковые. Но достаточно часто в наших социальных сетях, в том числе и летальные случаи наших граждан, обрастают до момента постановки диагноза различного рода, можно сказать, слухами, излишней информации. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы все вместе с вами уважительно относились, прежде всего, и к памяти людей. Ну и, соответственно, уже после того, как информация будет подтверждена, уже впоследствии, соответственно, выдавать эту информацию. За сутки у нас проведено 6386 исследований. Ну и, соответственно, сегодня уже республика, значит, обработала за весь этот период 611 тысяч соответствующих тестов и исследований. Необходимо обратить внимание на следующий момент. Со вчерашнего дня практически во всех районах республики поступили тесты по системе ИФА и по системе ИХА. И, соответственно, наши больницы начнут работать в том числе и с этими исследованиями. Но для, значит, сегодня как эти исследования, они будут использоваться, опять же, только для диагностики заболеваний людей, у которых есть определенные клинические особенности. На настоящий момент в ряде районов республики дети находятся на каникулах. И вот здесь в данной ситуации и оперативный штаб управления Роспотребнадзора, И я думаю, что оперативные штабы на местах призывают все-таки соблюдать те ограничения, которые не позволяли бы сегодня нашим детям, соответственно, значит, где-то находить возможность получить вирус, занести его в семью, А в дальнейшем уже непосредственно и на, значит, в дальнейшем, когда школы откроются в школы. Я хочу обратить внимание еще на тот момент, что на настоящий момент в ближайшее время будет подписано соглашение с Российской Федерацией, с Министерством здравоохранения Российской Федерацией, по которому республика также получит финансовые средства на, значит, амбулаторное лечение больных. И, соответственно, значит, с этой недели у нас подписаны и начнутся поставки за счет резервного фонда республики Саха и Куте дополнительных кислородных мощностей, аппаратов искусственной вентиляции, легких и необходимых дорогостоящих лекарственных средств. Данная работа вся дальше продолжается в таком стандартном уже на настоящий момент, к сожалению, для нас режиме.